МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях в Караганде и области расскажут наши корреспонденты. В эфире новости в студии Антон Александров. И вот главные темы выпуска. Не пропустил пешехода автоматический штраф. В Караганде и Тимиртау установили камеры, которые будут отслеживать водителей. Мы против наркотиков. В Центральном парке Караганды прошла масштабная акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией. Мы тоже нуждаемся в доме. В Саране прошла благотворительная акция по инициативе одного из городских приютов для животных. Помогите, он меня избивает. Прохожий обвинил полицейских в том, что они не хотят помочь плачущей женщине, которая жалуется на мужа-абьюзера. Вы отреагируете как-нибудь? Она на весь двор орет. Я понял, может, бить не будем же его? Кого бить? Его сейчас заберут домой, что такси вызовут. Он ее сейчас домой отвезет. И что он с ней сделает дома? Инцидент произошел ночью у одного из баров. Доблестные полицейские из Караганды не хотят исполнять свои обязанности и защищать женщину, которая просит о помощи. К ним нужно приходить тогда, когда кто-то кого-то убьет, написал автор в описании под видео. В департаменте полиции Карагандинской области ответили, что факт был зарегистрирован в полиции. И несмотря на то, что женщина не стала писать заявление, и супруги не имели претензий друг к другу, стражи порядка все же вынесли мужчине защитное предписание. То есть он обязан не только не трогать жену, но и против ее воли не разыскивать, не преследовать, не посещать, не разговаривать и не звонить ей. 18 сотрудников уголовно-исполнительной системы Карагандинской области наказаны за смерть заключенного рецидивиста. Напомним, 24 февраля этого года в колонии максимальной безопасности в поселке Караган заключенные забили до смерти сокамерника. В убийстве заключенного подозревают нескольких осужденных. Все они имеют длительные сроки наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступления. В учреждении провела расследование специальная комиссия. Она выяснила, что между осужденными произошел конфликт, который перевез в потасовку. В результате один из них получил около 20 ранений и скончался на месте. Расследование в отношении заключенных еще продолжается. Сотрудники колонии и руководства областного департамента получили дисциплинарные наказания. Известно, что зачинщик должен был освободиться в 2032 году, но теперь его срок заключения может увеличиться до 2047 года. Подозреваемые, отрицательно настроенные осужденные, которые для послабления режима совершили данное преступление. Их действия зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Расследование продолжается. Пока всех деталей мы раскрыть не можем. Подозреваемые вину не отрицают. За это происшествие 18 должностных лиц, включая меня, привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности, я и руководство колонии получили неполное служебное соответствие. Не пропустил пешехода автоматический штраф. В Караганде и Тимиртау уже установили специальные камеры, которые будут отслеживать водителей, не пропускающих людей, пересекающих проезжую часть в предназначенных для этого местах. Полицейские рассказали, когда эти умные системы собираются подключить. Ирина Вобещевич с подробностями. Многие карагандинцы наверняка обратили внимание на появившиеся в разных частях города вот такие камеры, направленные на пешеходные переходы, и задались вопросом, что же это такое, для чего предназначено. Это действительно камеры, а вернее интеллектуальные системы дорожной безопасности, которые целенаправленно будут хлопать тех, кто не пропускает переходящих по зебре пешеходов. Данный комплекс предназначен для автоматического фиксации фактов непропуска пешеходов водителями транспортных средств. Основной задачей данного комплекса является профилактика дорожно-транспортных происшествий, в основном это наезды на пешеходов, а также сохранение жизни и здоровья пешеходов. Места установки выбирали по приоритетности у детских объектов или больниц, где интенсивный трафик движения через дорогу на нерегулируемых переходах. Уже с понедельника, с 1 июля, эти комплексы начнут снимать нарушителей. С сервиса все факты прямиком будут направляться в полицию. Откуда в виде предписания уже готовый документ будет направляться по почте на домашний адрес права нарушителя. То есть отсутствует полностью человеческий фактор обращения к сотрудникам. Есть вечные расчетные показатели, более чем 36 тысяч нигде. Таких комплексов еще не было в нашей области. Это пилотный проект. Камеры уже установлены в областном центре в количестве 12 штук, а также в Тимиртау 10 камер. В рамках проекта «Безопасный город», который реализуется с 2021 года и позволил оснастить дороги и городские пространства 148 различными камерами. «Комплекс фиксирует зону пешеходного перехода. При появлении в этой зоне пешехода и автотранспортного средства формируется событие, так называемая карточка события, которая уходит в процессинговый центр для дальнейшей административной обработки. Если даже сотрутся пешеходные полосы, зона детекции все равно останется. То есть им не важно самому устройству обработки, не важно нарисованы ли там зоны». Стоимость одного комплекса напротив третьей гимназии около 600 тысяч тенге. По данным полиции, без таких камер с начала года зафиксировано 320 фактов непропуска пешеходов, наложено штрафов на 10 миллионов. С камерами эти цифры кратно вырастут. Также напомнили, что с начала года в Каргандинской области произошло 40 наездов на пешеходов, в результате чего погибло 8 человек. Изменение суммы субсидирования и другой порядок сроков исчисления на очередной сессии Карагандинского городского маслехата был рассмотрен и одобрен вопрос новых правил оказания поддержки малообеспеченным семьям при оплате коммунальных услуг. Подробности в сюжете. Среди ряда вопросов, рассмотренных на 21-й сессии, обсудили правила оказания жилищной помощи, которые претерпели изменения. Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета малообеспеченным семьям, проживающим в Караганде, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности, как единственное жилище на территории Республики Казахстан, а также нанимателям жилища из Государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. Для назначения жилищной помощи услугодатель обращается за назначением жилищной помощи один раз в квартал в Государственную корпорацию или в веб-портал электронного правительства с заявлением о назначении. В связи с внесением изменений в нормативный правовой акт, регулирующий назначение жилищной помощи, а именно приказ министра промышленности и строительства от 8 декабря 2023 года, об утверждении правил оказания жилищной помощи изменился порядок оказания государственной услуги. Жилищная помощь ранее назначалась ежемесячно за фактически прошедший месяц. В соответствии с новыми правилами жилищная помощь назначается за предыдущий квартал в следующем квартале. То есть назначение на первый квартал 2024 года за текущий год проводится во втором квартале. Предлагаемый проект решения об утверждении правил оказания жилищной помощи был рассмотрен на заседании постоянной комиссии городского маслехата по вопросам социальной сферы и социальной защиты населения. А также на совместном заседании постоянной комиссии с участием органа-разработчика принимая во внимание то, что изменения в утвержденном решении городского маслехата вносятся с целью введения его в соответствие действующего законодательства Республики Казахстан. Проект решения имеет положительное заключение Общественного совета города Караганды, а также Департамента юстиции по Карагандинской области. Принятие предполагаемого проекта решения было поддержано депутатами. Оно имеет ряд положительных сторон, в частности, по увеличению суммы субсидирования физических объемов ряда коммунальных услуг, что достаточно актуально в свете увеличения ряда тарифов. Ирина Вобещевич, Зулхарна, Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал. Удобство и эффективность мобильную систему очистки воды готовят к эксплуатации в одном из вахтовых поселков города. За реализацию проекта взялась компания «Эргономика». Подробности в сюжете. Вода – одна из самых важных вещей в мире наравне с воздухом. Один из рудников по добыче полезных ископаемых обратился в компанию «Эргономика» с вопросом об оснащении вахтового поселка чистой водой. Решение непростой задачи оказалось, на удивление, простой. Вода привозная либо из скважины добывается, и качество ее не всегда удовлетворяет потребностям Санкина. Соответственно, для этих целей было сделано коммерческое предложение на систему водоподготовки. В связи с тем, что у заказчика отсутствуют необходимые помещения, была предложена система водоочистного оборудования в модульном здании. То есть модульное здание представляет собой готовое здание из сэндвич-помеды и стального каркаса, который легко можно перевозить из места на место. Устанавливается на фундамент или подготовленную площадку, подключаются коммуникации, и система запускается в работу. Все, что требуется от принимающей стороны, это подготовить место, а именно системы подачи и выхода воды, а также систему выхода в канализацию. По словам директора, процесс создания станции занимает колоссально мало времени, что позволяет удовлетворить потребность в воде в максимально короткие сроки. Инженерная составляющая 2-3 дня, то есть пока подберется оборудование, пока скомплектуется оборудование и так далее. Дальше идет второй этап, это проектирование. То есть проектируется система водоснабжения именно по обвязке, по размещению в модуле и так далее. И третий этап, это уже производство. То есть производство самого модульного здания занимает в среднем полторы-две недели, при учете того, что все комплектующие на складе. Сборка самой системы в модульном здании занимает еще где-то примерно 5-7 рабочих дней, чтобы расставить оборудование, подключить его, запрограммировать, настроить и так далее. И в среднем две недели от начала сборки модуля до окончания монтажа оборудования внутри занимает времени. Пять тонн воды именно столько может единоразово сохранить в себе система. Максимальная автономность почти не требует наличия человека для работоспособности. Все, что необходимо, это раз в сутки проверять показатели счетчиков. Вся система полностью подготовлена к межсезонным работам и выдерживает понижение температуры до минус 40 градусов, говорит Дмитрий. Сейчас сооружение дожидается своей перевозки и уже готово к эксплуатации на новом месте. Максим Трезуб, Межан Жумумуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Мы против наркотиков. В Центральном парке Караганды прошла акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотам наркотических веществ. Около 500 подростков приняли участие в акции. Наша съемочная группа побывала на месте. Ежегодно в мире 26 июня празднуется Международный день борьбы с наркоманией. В Центральном парке города при поддержке Департамента полиции области прошло праздничное мероприятие. Каждый год в течение месяца с 26 мая по 26 июня полицейские проводят мероприятие по профилактике наркомании и наркопреступлений. Цель именно этой акции привлечь внимание молодежи. Как это вред, как это зло приносит вред нашему здоровью. Какие последствия могут быть от этих наркотиков. Попрошу все, что вы услышите у нас здесь на сцене, передавать при разговорах, при беседах своим знакомым, родственникам, особенно детям. Для всех присутствующих была организована праздничная программа. Сотрудники Центра кинологической службы Департамента полиции Карагандинской области выступили перед посетителями со своими четвероногими друзьями и показали, на что те способны. Для маленьких карагандинцев были проведены конкурсы и раздача мороженого. Подросткам вручили сертификаты на получение пиццы. Помимо этого, курсанты Академии МВД Республики Казахстан имени Бесенова провели забег вокруг озера протяженностью почти 7 километров. Максим Трезуб, Николай Шевелев, Пятый канал. Мы тоже нуждаемся в доме. В городе Сарань прошла благотворительная акция «Хэппи Дог». Мероприятие было организовано по инициативе одного из городских приютов для животных. Максим Трезуб побывал в городе Спутники. Дарья Емгирова живет в Саране и является заводчиком собак. У самой дома четыре четвероногих друга. Со своей сестрой она пришла на мероприятие с целью донести до жителей мысль о том, что не стоит бояться собак, а наоборот. Ведь они заслуживают любви, как любое живое существо. Я считаю, что это очень важное мероприятие. Очень важно его проводить. Ну вот, как я и повторюсь, для привлечения людей, чтобы люди перестали бояться, чтобы они понимали, что собаки – это тоже наши братья. И чтобы привить культ других людей, кто боится. И вообще, чтобы… Мы же еще собрались здесь, чтобы помочь нашему приюту, чтобы люди знали побольше о собаках и о приюте, что у нас еще вообще существует этот приют. Хэппи-дог – фестиваль, направленный на помощь животным в нахождении своего дома и любящей семьи. По словам руководителя отдела культуры города Сарань, к сожалению, в последнее время люди все чаще бросают своих питомцев на произвол судьбы. Этот фестиваль является шансом для брошенных на повторное проявление любви и заботы. К сожалению, на сегодняшний день брошенные животные являются актуальной проблемой. Поэтому мы решили обратить внимание нашего населения на брошенных животных. Сегодня в нашем городе впервые проходит зоофестиваль «Хэппи-дог». Цель этого фестиваля – привить любовь населения братьям нашим меньшим, а также обратить внимание на наш городской приют для животных. Помимо концертной программы, на мероприятии провели командные игры с домашними животными. Гости могли принять участие в лотерее, но самой главной особенностью фестиваля стала возможность забрать домой любимцы из приюта, в который, к сожалению, домашние животные попадают чаще, чем их забирают. Сам приют участвует в программе ОСВВ, что позволяет им помогать не только домашним животным, но и выросшим на улице. Мы хотим, чтобы животные нашли себе дом, и, возможно, не все знают, что есть приют, и мы хотели донести людям, что если ты возьмешь с приюта, дашь вторую жизнь. И мы участвуем в программе ОСВВ, мы можем показать вам собачек, которые после программы остались у нас. Это стерилизация, вакцинация, беркование, чипирование. Человек и природа в Карагандинском музее изобразительного искусства прошел конкурс-выставка среди педагогов-художников. Посмотреть на работы авторов поехала и наша съемочная группа. Айгерим Жасубекова – педагог дополнительного образования детской художественной школы. Женщина еще с детства увлекалась искусством красок. В своих картинах Айгерим хотела показать быт и повседневную жизнь людей. Чтобы донести свои мысли до массы, решила поучаствовать в конкурсе, где по итогу заняла первое место в одной из номинаций. С детства, наверное, где-то с пяти лет черкала тетради, потом уже, естественно, художественная школа, академия, колледж. И так вот пришла. Я вдохновлялась больше, наверное, улочками, базарчиками. Я люблю именно такое творчество. Больше где быт, что люди чем-то занимаются, делают. Поэтому вот этим вдохновлялась. Праздник мастеров – человек и природа. Именно так называется итоговая выставка планера конкурса среди педагогов-художников со всего региона. В конкурсе участвовали Шахтинск, Темиртау, Караганда, поселок Дубовка и Нуринский район. Выставка призвана продемонстрировать не только художественный профессионализм участников, но и дать посетителям возможность задуматься о том, что происходит с нашим общим домом. Работ всего насчитывается 50. Это, конечно, не только живописные работы, холсты, но и графические. В основном акварельные работы, их очень много. Есть работы, которые даже, мы говорим, масли, то есть еще сырые, еще не высохли, то есть торопях, вот последние штрихи дорабатывали, где-то последнюю ночь дописывали. И чувствуется, что авторы волновались, переживали. Но все-таки то, чем они хотели поделиться, вот своим восторгом, наверное, от соприкосновения с природой, от беседы с ней, они успели передать и, в общем-то, создали вот такую атмосферу пленера на нашей выставке. Сама выставка «Человек и природа» продлится до 30 июня. До этого времени все желающие смогут посетить выставку и насладиться живописным видением нашего города. Максим Трезуб, Межан Жумамуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. На этом наш информационный выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин